Петь нам в состоянии радости. Да. Вот чтобы этого должно быть. На занятии всего несколько человек. Все они состоят в православной общине. Своего священника в храме Покрова Пресвятой Богородицы нет, поэтому службы проводят осужденные. При храме есть своя православная община. Ее руководитель Владимир и стал инициатором создания хора. Ну, попробую. Начали стараться. Есть у нас человек, который занимается там, при клубе он находится. У него есть музыкальное образование школьное. У храма Пресвятой Богородицы своя уникальная история. Его построили в 2002 году. Один из осужденных, чтобы закончить строительство, даже отказался от условно-досрочного освобождения. Храм собирает до сотни прихожан в праздники. После появления хора он станет таким же рядовым храмом, как и те, что находятся за пределами колючей проволоки. Тем более, что желающих помочь достаточно. Слушают со стороны, как это звучит на записях, и воспроизводят мелодии восьми глаз церковных, которые положены на богослужение исполнять. Они уже проводят богослужение. То есть поют так, как у них получается на данном этапе. Как отмечают священники, научиться петь в хоре несложно. Тем более, что первый этап осужденные освоили самостоятельно. У всех есть музыкальный слух, и они регулярно занимаются, чтобы его развивать. Нужно их только направить, а дальше дело за малым. Определить, какой диапазон, чтобы они потом разложили тексты молитв на голоса. Духовность, молитва, священное писание, которое слышат молящиеся, участвующие в богослужении, оно все способствует изменению этому образу мыслей. То есть покаянию, изменению человека в целом. Исправительная колония номер два – учреждение строгого режима. Здесь отбывают наказания заключенные, которые совершили два преступления и более. Как правило, они сидят за распространением наркотиков, кражу, убийства, грабежей. Но перед Богом все равны, и у каждого есть шансы справиться. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».